В Пенсионном фонде России подвели итоги конкурса доверием. Журналисты телекомпаний, радио, газет, интернет-изданий со всей страны съехались в Москву, чтобы получить заслуженные награды и обсудить пенсионную реформу. Напомню, что коллектив авторов национальной телерадиокомпании занял в этом конкурсе второе место. Из Москвы наш следующий репортаж. Старт пенсионной реформы был дан 10 лет назад, когда россиянам объявили, граждане должны разделить с государством ответственность за свою обеспеченную старость. При этом тогдашние руководители ведомства не сильно озаботились просвещением потенциальных клиентов. Михаил Зурабов, в частности, гордился тем, что не потратил ни копейки из 100 миллионов, выделенных на разъяснительную работу с населением. Сегодня политика прямо противоположная. В Пенсионном фонде России говорят, мы были, есть и будем. Денег на обеспечение государственных программ хватает. К тому же в пенсионной системе достаточно негосударственных фондов, и надо пользоваться всеми возможностями. Огромную просветительскую работу ведут и средства массовой информации. Всероссийский конкурс журналистов, работающих с пенсионной тематикой, проходит в третий раз. Организаторы отмечают, материалы с каждым разом все профессиональнее и интереснее. В России сегодня я вижу здесь гораздо больше лиц. Я вижу, что и мы все видим, что тема пенсионная стала в том числе в региональной журналистике одной из ведущих тем. И она вызывает интерес у вас, у представителей средств массовой информации. Что материалы, а мы, поверьте мне, мониторим материалы все, включая все региональные материалы, что материалы стали более содержательными, что они стали более объективными. Изначально ПФР и негосударственные фонды, организаторы конкурса, учредили 18 номинаций. Они сохранились и сегодня. Национальное телевидение Чувашии заняло второе место в номинации «Лучший авторский коллектив». Интересно отметить географию конкурсантов. Среди победителей были коллеги из Хакасии, Хабаровска, Ставрополя. Я считаю, что если ты подготовился, вот если я подготовлюсь к своей пенсии, тогда наверняка мне будет неважно, есть ли у меня деньги или нет. То есть мне их будет достаточно. А вот если я не подготовлюсь, забуду это сделать, скажу, что да, как-нибудь авось. Тогда и, наверное, они мне очень сильно нужны будут потом. Но вот все у нас работает наоборот. К сожалению, к счастью ли, я не знаю. Поэтому я считаю, что я, наверное, отношусь к первой категории. Я считаю, что нужно заботиться. Более того, я задумалась так серьезно. Наверное, успею до 1 октября что-то сделать. Буду стараться. Впрочем, пенсии – не единственное направление пенсионного фонда. Выплата инвалидам, материнский капитал, участие в других социальных программах государства, поле деятельности широкое и рок нужно много. Успех зависит от того, насколько активно и продуктивно налажено сотрудничество региональных управлений пенсионного фонда с журналистами. Конечно, СМИ охватывает более широкую аудиторию. Делает это очень быстро, буквально мгновенно. Охватывает все формы интернета, издания, телевидения, радио. Все слои населения. И, конечно, мы благодарим вас за сотрудничество. И я, вот из Чувашии, я благодарен своему отделению, что он с вами сотрудничает. И вы о нем хорошо отзываетесь. И я думаю, что вместе мы, в общем, просто не позволим нашим гражданам принимать неправильные решения и получать маленькую пенсию. Количество участников конкурса доверия также растет. Наряду с теми, кто верен в выбранной тематике все три года, появляются новые лица, зачастую совсем молодые. Это значит, россияне учатся жить не только сегодняшним днем, но и заглядывать в завтрашний. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, из Москвы, для программы «Республика».